Я не знал, поэтому... Даже вот так вот. Как вас там нормальные, ну, ваше, так сказать, сообщество, местные власти-то ничего с ним не делают? Ничего не делают. Мы вот вернулись с деревни уже с 10-го числа здесь, в городе. А, не холодно? А, всё, понятно, я понял. Так а сколько там градусов уже было на улице, что вы вернулись? Да ещё не замерзает вода, где-то около ноля. А, ну, так уже холодно всё равно уже. Ну да. Понятно. Ну, как у вас? Сколько вы, в принципе, детей-то приняли летом? Нормально, очень хорошо. Мы же молимся. Каждую субботу-воскресенье служба идёт в церкви. Всё по согласию. Шесть прудов нынче подправили, проверили сливы. Вот, с дорогой там немножко позанимались, подремонтировали. Но остальное по хозяйству. А местные власти хоть как-то помогают, поддерживают? Нет, ни разу за 28 лет никак. Ни рубля. Всё своими силами. И пруды восстанавливаем, и дороги, всё сами. Ну, это потому, что у нас, сами знаете, у нас власть гнилая, к сожалению. Сначала был Ельцин, теперь у нас Путин, царь и бог. Ну, что ж, я, естественно, желаю вам всего хорошего, счастья и, самое главное, здоровья. Берегите себя, уваженность человека в возрасте. Да, вот у нас, знаете, мое стихотворение, примерно 80 стихотворений, положили на музыку и поют. Я, конечно, видел ваше интервью, да, естественно, я тоже много раз видел. И вот если вы зайдёте в YouTube сейчас и зарядите, пример к себе, своим воображением. Это моя биография, мои стихи. Ну, на YouTube, да? Ну-ка, да, на YouTube, примерь к себе своим воображением. Сейчас, секундочку. Пример, да? Пример, пример, примерка. Пример к себе. Своим воображением. Так, сейчас, секундочку. Я рада, напишите Игнатию Лапкину, чтобы она одна выделилась. А, ну, кстати, да, Игнатию Лапкину так надо набрать. Так, вышло, нет? Потом я под... Сейчас, сейчас, сейчас. Секунду. Да, нашёл 6... Ну, а что-то мало просмотров-то, 944 надо будет. Ну, видимо, так мало просмотров так выставлено. Так, ну-ка включите, я услышу голос. Да, да, да. Сейчас, секундочку. Секундочку. Знаешь, что достаточно больше... А, это реклама, извини, сейчас только реклама пройдёт. Ну, сами понимаете, на YouTube же реклама. Средства для стихов. Да, господи, сколько ж ты будешь эта реклама-то появляться? Сейчас, секунду. Примерь к себе своим воображением. Оно? Оно. Ага. А там слова будут, посмотрите, какие. Да, 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 я сейчас обязательно гляну. Слушайте, 2013 год вы загружали, получается. Вот вы если зарядите День Победы, Игнатий Лапкин, на тот же самый мотив, но слова наши. А, ничего себе, у вас такое длинное стихотворение. А по 9 куплетов у меня все стихотворения. У меня 4 тома по 800 страниц стихов. Не, я знаю, да, я же подписан на вас, естественно, я смотрел ваше интервью. Блин, надо будет посмотреть, сейчас посмотрю обязательно. Вот это можете зарядить. Или такой, допустим, Святая Русь. Тоже, Игнатий Лапкин, Святая Русь. Позже у вас дата? Да. Когда была святая, скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает, останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу островов. Все подгребли саму, в тайгу и в югу, и расплодили нехристи и воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, сжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизывая, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцам запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь, суров и очень узкий. Тогда исполнив веренное нам, не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам. От коммунистической заразы Ехемеры. Последние слова мне очень понравились. Вот так. Ну что ж, большое спасибо за диалог. Я никогда бы не думал, что вообще здесь встреча. Что встреча вообще в принципе в жизни. Я просто знаю, что вы занимаетесь на самом деле очень хорошим делом. Мы в городе. По скайпу Игнатий Лапкин зарядите, на меня выйдете и мы побеседуем. Да, я собирался, кстати, потом что-то я потерял ваш контакт. Как вы написаны, Игнатий Лапкин или как-то просто по-английски, не по-английски. Нет, по-русски. У меня все по-русски. Я не люблю, чтобы были. Нет, я просто не знаю. В скайпе там как... Я просто в скайпе не сижу, понимаете, поэтому... По-русски, по-русски и в скайпе по-русски. Да, окей. А вас как звать? Как вас звать-то? Звать? Виктор. Виктор. Да благословит вас Господь как победителя. Спасибо большое. Как победителя. Но победитель Виктор переводится. Да, 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 да. Ну, до свидания. С Богом. Да, всего хорошего вам. Счастливо. Игбар. Как дела? А у вас такая книга есть дома? Почти. Почти такая же. Почти такая же. А вот посмотри. Вот такая, наверное, у вас есть. Да. А прочитай, что написано? Я не умею читать. Это арабский язык. На сто человек мусульман ни один не может прочитать. Чего же вы не учите свою книгу? На русском же перевод есть. Да, на русском переведено, да. А вот. Вы правы. Ну да. Потому что мусульмане тоже на суде Божьем будут. Там так и написано, что Иисус придет и уничтожит дьявола. Только вы называете не Иисуса, а Иса. Иса. Какого дьявола? Я отрицаю, что он в тебе будет. Тихо, да. Не, вы правы, конечно. А скажите, что называется инжил? В Коране. Инжил. Инжил что это? Инжил. Это Евангелие. Вот это вот. Он ссылается на Евангелие. Вы чего? Я вам еще другого не говорю, кроме того, что написано в Коране. Вы его не знаете. Я мусульманин. Ну и что мусульманин? Пришел сюда блудить. Даром бабы голые. Это тоже ваш Коран не одобряет это. У вас всегда уважали старших. А сегодня вот такие ваши маленькие появляются здесь. Аллах Акбар и матерится. А ему лет 5-6. Весь мир сошел с ума. Я согласен. Весь мир сошел с ума. Да. И не только мусульманин. Да, да не только. Не только. Но особенно у вас посчитали старших. Это ваше национальное уважение Аксакалов. А сегодня ничего этого нету. У нас тут мусульмане пьют водку, жрут свинину. Мусульмане настоящее этого не делают. Я согласен с вами. Вы правы. Да. Но я скажу, что не во всем мы виноваты. И не только мы такие. Ну, верим, не верим, но мы умрем. Вот это точно. А после смерти будет суд Божий. Мы должны помнить это. Что еще раз? Я не услышал. Кто-то же отвечает должен за то, что люди делают нехорошо. Ну, да. Ну, так вот. Кто-то же. Они не сами это делают, а кто-то провоцирует их. Правильно. Их кто-то настраивает на это. Это фанатизм сейчас вводится. Знаете. Вот это вы, то, что вы сказали, Аллах Хабад, дети ходят, кричат. Это фанатизм какой-то их родителей, которые их настраивают. А родители тоже кто-то настраивает. Правильно? Вот в 86-м году меня судили последний раз за Слово Божие. И отбывал я в Казахстане среди мусульман. Город Жанаташ, Жамбульской области. И они сидят за всякие пакости там. Прямо страшно сказать даже. Ну, я скажу, мусульмане не идеальный. Ислам идеальный. Да, настоящий бы этого не делал. Вот мы, миссионерская поездка была, и мы в Баку остановились в доме Мулы. Мула. И мы у него в доме были. И все заснято, наши беседы. Они очень грамотные. Он на четырех языках разговаривает. Жена. А он на шести языках знает. У них Библия на столе. Они считают Библию, считают Коран. Мы зашли в мещать, молились. А потом она пошла в православный храм. С нами. Жена его. Я не знаю, что сказать. Ну, вот мы говорим, что человек грешен, то никакой баран его не спасет. А Господь умер. Он Агнес. Христос это ягненок, как бы. Назван так. И он умер за наши грехи. И вы видели, на кресте висит, где он мою вину взял на себя. Вот я должник, а он за меня заплатил. Вот так. Вы знаете, был такой писатель Шингиз Айтматов. Знаете? Совершенно не знаю. Киргизский. Мусульманин. Он написал книгу, очень хороший роман «Плаха». Его литературные газеты корреспондент спрашивает. А почему главный герой, там, арестар какой-то, или калистрат, христианин, а не мусульманин? Он говорит, Магомед много доброго сделал. Но умер за грехи людей Христос. Тут сравнивать не приходится. Это отвечает он. Герой социалистического труда. Шингиз Айтматов. Честно сказать, не знаю, что дали. Ну, что говорить. Ничего, просто мы делимся опытом. Вот у нас было миссионерское путешествие. Мы проехали 120 тысяч километров. 650 городов посетили. В каждый город я дарил свои книги. У меня вышло из печати 38 томов моих книг. И мы встречались с мусульманами везде, в разных республиках, Турцию. И ни разу, нигде они нам плохо не сделали, не сказали. Они встречали как родных нас. Мусульмане. Вы сейчас про мусульман говорите? Да, мы среди них были в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Азербайджане, Турции. Мы встречались. Мы не против кого-то, мы не против кого-то не настроены. Всех понимаем. Когда человек живет правильно, ему легче воспринимать свет Божий. А когда он живет в грехе, там все запечатано, замазано грязью. Ну, всего хорошего вам. Вы, если вздумаете встретиться, найдите Игнатий Лапкин, это я. В Барнауле живем. Игнатий Лапкин. Вы на меня в скайпе сразу выйдете. Хорошо. А во свете Библии, Ютуб называется, во свете Библии, канал наш. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Да, я понял. Ну, с Богом. Храни вас Господь. В Библии, например, Адам, вот взяли его из горсти, создали. И потом из его ребра появилась женщина, да? То есть, ну, хорошо, вы придержитесь концепции. Хорошо. А как они размножались, мне интересно? То есть, я правильно понимаю, что если они были единственными людьми на земле, то между детьми Адама и Евы был инцест. Отставьте размышления сегодняшние. А не, 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 подождите, почему вы уходите? Потому что 7527 лет прошло, люди были не такие, они были крепкие, здоровые. И это было позволено Богом. Инцест, инцест. Какие 2000 лет назад? У нас мир сотворен больше миллионов лет. От Адама до наших дней, до сегодняшнего дня. 7527 лет. Больше нету. За этим не было человека. Рай был, человека не было. А скажите, пожалуйста, вам эту вещь вот в детстве родители внушили, или вы сами к этому пришли? Знаете, я родился в старообрященской семье, в Беспоповце, Киржаки. И я знал, что есть Бог. Это я точно знал. Но Иван... Подождите, вы вот как, вы с детства... Я отвечаю, я вам... Есть, или вы вот сами... Я вам отвечаю. Я родился в религиозной семье. У нас икона, соблюдают посты. И я уже верил, что Бог есть. Вот ответ на ваш вопрос. Я конкретно отвечать хочу, вы перебиваете. И уже примерно в два года... Не даете конкретного ответа, вот и все. Вам что нужно узнать? Я отвечаю. Как вы не можете понять-то? Я, знаете, что хочу просто вам донести. То, что если вы верующий, не надо везде предлетать вашу веру. Я вот к чему. Я просто сам атеист, я терпимо отношусь к этому. Атеист? Я абсолютно все равно... Ничего дурнее нет у человека атеиста. Атеист это безбожник. Он Бога не... Вот, вот, 13... Не верите, что Ваня Бога... 13-й, 52-й псалом Давида, 3000 лет назад он сказал безумие в сердце своем. Нет Бога. И причина, они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добра, нет ни одного. Вот и весь это и есть. Среди христиан гораздо больше, так сказать, нарушителей каких-нибудь законов, нарушителей заповедей и так далее. Каких? Вообще всех. Знаете, в 4-м веке и 5-м жил патриарх Иоанн Златоуст, город Златоуст сейчас его назван. И он говорит, вы выслушать не умеете. Написано, глуп тот, кто дает ответ, не выслушав. Вы ничего не знаете. То, что я говорю, для вас это тайна. Вы один раз выслушайте. Ему говорили, мы знаем верующих, которые хуже поступают. Он говорит, у верующих, чтобы быть добрым, три причины. Первое. Наказание. Бог все время грозит наказанием за злые дела. Второе. Обещает рай за добрые дела. И третье. Вспомоществующая благодать Божия. И несмотря на это, люди падают. Что спрашивать с неверующим, у которого ничего этого нет? Что верующие есть неправильно поступает, я знаю. А что неверующие правильно, этого сказать не могу. А я вам так скажу. А что, если поступать не по закону Божьим, а по соображениям человеческой совести? Откуда она совесть-то? Объясните, что... По сути верующих, они как раз-таки живут именно по принципу вот этому. Попасть в рай и делать хорошие дела. Так, скажите, что такое совесть? Мне дальнейший разговор неинтересен. Вы... О, это другое дело. Скажите, что такое?